Комбалет Коблев создал Ну и пригласил меня Мурат Дагужиев Огромное ему спасибо Мне довелось работать в парке рядом со стадионом На такой цветочной церемонии И вот там я увидел Валерия Яндавицкого Понравился этот спортсмен Да, Якуб Коблев в советское время Создал потрясающую школу С которой вышли ярчайшие дзюдоисты отечественные Ну и в частности Владимир Невзоров Олимпийский чемпион 76-го года Так, Шакиров Яндавицкий Яндавицкий уступил и на Лутасуеву Второму номеру нашей команды В тяжелом весе Инал 11-й на сегодняшний день в рейтинге Опустился чуть-чуть, но в силу того, что не выступает Как и вся сборная в мировом туре Поэтому позиции будут терять И вот поэтому очень важны такого уровня турниры Особенно с участием сильнейших наших спортсменов Сильнейших белорусских спортсменов Надеемся, что будем расширять ареал Среди дружественных стран И здесь могут и сильные монголы побороться Китайцы Китайцы не так сильны в дзюдо Вот корейцы, да Забрал, забрал Шакиров захваты Тяжело было Яндавицкому Но он сейчас сверху атакует Китайцы не так сильны в дзюдо На руку На руку В сервер Норматься, забрать Норматься Чуть-чуть Не хватило до оценки Нет, дает арбитр Удивлен Шакиров Так вот посмотрел на главного судью В ту сторону, где стол расположен Но бросок был в сторону арбитра Поэтому тот вправе был оценить Сейчас посмотрим с верхней точки Вообще-то вот с верхней Кажется, что на бок падал А оценки нет Нет, есть, есть оценка на табло Да, эта графика чуть-чуть запаздывает Субтитры сделал DimaTorzok Меньше минуты остается Шакирова Яндавицкий хорошо На отходе Вяжет захваток Видите, использовал сейчас зону На краю заставил Шакирова выйти Может повесить ему еще и за выход Шидо Нет, арбитр не стал наказывать Хорошие вообще данные о Валерии Яндавицкого Ростовые Такой у него еще нет вот этой мощи Вот, скажем, тот же Батыр Шакиров Вот он выглядит по мускулатуре По сложению когтяш Недаром у него имя Батыр Вообще, в тюркских народах Это именно как богатырь, как борец Означает Но так и назвали Родители предполагали, что Станет Батыром Поединок завершен Победил Яндавицкий Валерий Выграв в Азаре Становится бронзовым призером Молодец, молодец Закрепляется потихонечку На каждом турнире Валерий старается набрать Набрать опыта Напомню, что он Победитель Первенства Европы среди юниоров До 23 лет Из Новороссийска, спортсмен Ну, у нас впереди Заключительный поединок Двух тяжей уже И по весу, и по массе Вы увидите Антон Кривобоков и Налтасоев Интересная пара Вот ключевой бросок Который оценили в Азаре Еще бы с одного ракурса посмотреть Нет, с верхнего не очень понятно Именно падение само Вот с этой точки Смотрим Тоже отсюда не очень хорошо видно Но как раз арбитр нагодился С ракурса самого выгодного Каждый в свое время прошел Школу, конечно И борьбы, и самбо Тот же Сергей Новиков Невзоров Владимир Который вспоминал Двойников Солодухин Хабарелли национальную Борьбу Чедаобо Которая обогатила, кстати говоря Самбо Своей уникальной техникой Ну что ж, Антон понравился Антон Против мощного Карашева Грамотно разобрался В духе дзюдо И Валерий Индовицкий Также Ярко выступил Это Молодая поросль Которая должна Держнуть И Составить Конкуренцию И составить Конкуренцию Нашим уже Закрепившимся В этом весе Атлетом Таким как Тамерлан Башаев И И Инал Касуев За второе место В категории Свыше 100 килограммов Награждается Антон Кривомоков Санкт-Петербург Спортсмен получает Медаль Из серебра И денежное Награждение 100 тысяч рублей Ну что ж Мы благодарим Организаторов Победителям Турнира В категории Свыше 100 килограммов За этот замечательный Турнир Который дал Возможность Лидерам Сборной И молодежи Нашей себя Проявить Сейчас Многие Федерации Переходят На Профессиональные Лиги Пожелаем Федерации Дзюдо В этом Так же Успеха Для вас Сегодня Работал Комментатор Мастер спорта По дзюдо и самбо Владимир Ванецкий Всем здоровья До встречи На татаме Еще поборемся Частливо Субтитры сделал DimaTorzok